Встречу мы здесь в 10 часов и отправляемся на экскурсию, Вчера Париж привезла на нас семью в члене, не слабый, во всяком случае, этот район Мален-Рож, очень интересен, яркий, веселый, шумный. Красивее. 250 русских и прусских пушек пошло на витой орнамент с изображением Остерлицкого сражения. Наверху фигура Наполеона Бонапарта в тоге римского императора, но когда наша армия взяла Париж, наши хотели свергнуть эту колонну. Александр I взял ее под личную защиту, и только фигура Наполеона была заменена королевской лилией. А вот о крепости замки дворца Лувр немножко расскажу. Учтите, что дворец это уже более административное назначение. Если музей, то это дворец. Впереди, справа, видите красный бортик японского ресторана. Чуть левее, за двойным фонарем, на втором по-русски этаже, женская голова, рельеф. Это Жанна де Арк. Когда мы въедем во двор, слева вы увидите стеклянную пирамиду Йомин-Пея. А сразу же напротив, во дворе, не сейчас, вы увидите арку. Это малая триумфальная арка, поставленная Наполеоном Бонапартом на площади Карузель. Она и получила название арка Карузель. Карузель Юрий до 14-й назвал праздник. Родился первенец, дофин Франции. И вот когда-то эта арка, вот она справа впереди, была входом в еще один дворец. Дело в том, что в середине 16-го века Катерина Медича обожала предсказателей звездочетов. И она заказывает Настрадамусу гороскоп Генриха II. И тот предсказывает, что в районе 40 лет король погибнет от чего-то острого в голову. И вот шуточный турнир. Напротив Лувра вы увидите ту самую Сан-Жермен-Лексеруа, от которой в ужасе бежала Катерина Медича. Помните? Вот сейчас слева напротив Лувра вы увидите эту церковь, пламенеющую гость. Его угомонились рядом два врага. Это Руссо и Вольтер. Руссо называл Вольтера подлецом, а Вольтер Руссо глупцом. Но лежат друг против друга. Причем их вносили, выносили, вносили, выносили, вносили и навсегда. Наконец, именно здесь сердце Гамбита, это Парижская коммунная. Сердце Золя, сам он на Монмартерском платвище. Стоит мессе, сказал Генрих IV. Долго сопротивлялся, не хотел переходить из протестантства в католичество. Выходит самая точная временная таблица. На глубине 28 метров, при температуре 11 градусов 68 сотых, стоят говорящие часы, постоянно произносящие время. И стоит эта обсерватория на нулевом меридиане, который господин Араго, вот вы в Люксембургском саду и в Лувре, можете увидеть бляшки такие латунные, и написано Араго. Господин Араго высчитал раньше, чем Гринвич. Постарайтесь разглядеть, жил Оскар Уальди. Вот этот дом, а вон отель Вольтера. Дом номер 23, пещера Алибаба. Апартаменты Нуриева, где он жил и умер. Вот он слева. На углу дом, где жил и 84 года умер Вольтер. А вот напротив серый дом с балкончиком, видите? На этом месте стоял настоящий дом Д'Артаньяна, настоящего Д'Артаньяна, а не придуманного Дюма. До 1939 функционировал как вокзал. Потом хотели слиться и построить современную гостиницу. Но, к счастью, переделали внутри. И сейчас это замечательнейший музей, где самая лучшая экспозиция импрессионизма и постимпрессионизма. Вот он, музей Эрсей. Понедельник закрыт. Сейчас слева вы увидите вход в музей. Вон люди стоят, видите? Следующее здание с зелененьким куполом. Музей почетного легиона. Высшая награда Франции. А вот и 36-й пешеходный мост. Обещали открыть в 2000 году, открыли года 3,5 назад. Как я смеюсь, советский анекдот, что мы выполним нашу пятилетку, если даже будем работать 10 лет, подходит и для Франции. Ну вот, господа, мы с вами подъезжаем к мосту, большая часть которого сделана из камней Бастилии. Мост на самую знаменитую площадь, Конкорд. Согласия. И вот справа, у того берега, внизу темно-серая, наверху зеленая баржа Пьера Лишара. А следующий дом в углублении, последние этажи Пьер Карден. Сейчас, когда мы будем заворачивать на мост, слева оставим такой а-ля древний римский храм. Наполеон Бонапарт буквально болен древним Римом. И он пристраивает к Бурбонскому дворцу, построенному когда-то для побочной дочери, дойки 14-го с мадам де Монтеспан, дверцогине Бурбонской, фасад, выходящий на стену. Сейчас там национальная ассамблея или палата депутатов. Помните замечательный Сюли? Вот сейчас в министре сидят скульптуры, и слева первый же от нас будет Сюли. Сидит какой? Сидит. Вы его уже видите. Скоро все увидят. Ну, лицо довольно красивое, лысенькое, но сейчас модно, господа. Сейчас, да. Так что сейчас лапаль лысым. Можно побрить и стать самым модным. Вон, видите, слева сидит Сюли. Нет, у него даже что-то есть. Простите, оскорбила. Ну вот, сейчас мы с вами пересекаем стену. И слева будет самый красивый, как считают французы, наш русский мозг, господа. Он играет на том, что уже было. Справа вход в сад Сюлири. А слева сейчас увидится перспектива, которую не знать невозможная. Елисейские поля. В центре возвышалась огромная конная степь. Когда установили уже при Ледойке Филиппе, француз-профессор Шампальон разгадал египетские иероглифы. Иероглифы на этом обелиске рассказывают о жизни и прославляют Рамзеса II. Ну, наверное, французы и придумали рекламу. А просто Лали. Вот сейчас за углом налево уйдет безумно дорогая улица. Фобур-Санто-Норе. Но там не дома высокой моды. Я постараюсь вам показать направление, где находится та улица. А здесь их магазины. Когда-то одна грешница, как шутят французы, смотрит на другую. Сзади остался Бургонский дворец. Но Мария останется справа. Деголь длинными ногами пытается перейти площадь Кремонсо. И вот сейчас мы въедем с вами на улицу Черчилля. Которая когда-то носила имя Николая II Романова. Но особенно в политических целях французы обожают переименовывать. И мы с вами въедем в историю. И снова король солнца. Помните, ненавидит Париж. Но сколько делает в Париже. Именно при нем Франция почти получила современные границы. Шло огромное количество войн. И про Францию бродили инвалиды войны. А вот когда мы проедем Муленекс, только от ностальгии не заплачьте. Потому что увидите нечто вызывающее боль в сердце. Это хрущоба. Никита Сергеевич здесь испор проекты таких домов. Только еще ухудшил. Сейчас скоро покажу. Только не расплачьте. Вот Туэр справа Муленекс. И сейчас вы увидите зеленое полукруглое здание. Эллипс. А за ним пятиэтажечка. Вон она уже появилась. Узнали? Боль в сердце есть? Кошмар. А как она попала? У нас-то разрушается. Здесь тоже уже разрушают. Вот эти ступенечками дорогие частные апартаменты. Когда-то в 1957 году все началось с низкого здания. Которое называется КНИД. Дело в том, что помните, в 1937 году была последняя всемирная выставка. В квадратных метрах всего на трех опорах. Это здание КНИД. А вот когда мы сейчас будем приезжать во фасад, за молоденькими деревцами обязательно разглядите. Палец задранный вот так вверху. Мол, во как построили. Это замечательный скульптор Сезар. Друг Пикассо и участник сумасшедших лет Мампарнаса сделал такой памятник. Но даже можно снять отпечаток пальцев. Только что ноготь не растет. Вот сейчас слева за деревцами у фасада КНИД. Вон он. Вон, видите. Вон слева. Видите, пальчик. Впереди слева шар, сферический кинотеатр. Ну вот, очень скоро мы проедем слева мимо арки Дефанс. 110 метров в высоту. Тот самое облако издали. Вон она, стяжка для стен. Видите, как современное искусство. А справа кладбище. И снова два русских имени. Композитор Глазунов и Василий Кандинский похоронены на этом кладбище. Вот справа. Сейчас мы с вами засекаем время. Вот она, арка. Помните? Тот 9 метров на высоту. И, наконец, на улице. Тестоланцы. Современная структура. Парень слышали? Да. А вот еще одна. Голова древний римского воина. Шкульптор польского происхождения мастерам изобразил воина в высотой воемотворке. В военном детстве. Оно возле. Не знаю, вспомните. Но думаю тоже, что и я. То воина в голове мастерам. Только воины. Поэтому, когда вы обходите, в глубине, вы видите, метузу горгоновый рельеф. И, если вы валите по рельефу, то есть, к старинскому я права. Но голова как нельзя лучше стала здесь. Лена. Ну и наконец. Вот сейчас. Господи, что там еще? И я вам рекомендую подняться по степеньшему. Наверх не поднимайте. Пенще если. Пройдет здесь в дворе Лука. Луксорский обелиск на площади Согласия. Триумфальная арка, которую мы еще видим. И арка Дефан продвенена на ту же саму оценку. И арки построены. Как на то что? Это, скажите, где? И сюда. Леша, она... И где он? Где он? Да не у них ерунда! Ну хорошо ерунда здесь... Да, да, да. Я отсюда там... Леша! Леша! Да ну, не ерунда! Да хорошо ерунда здесь... Да, 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 я отсюда там... Я думаю, ты ушел. Остальные кладовки, туалеты и так далее. Но люди селиться здесь особенно не хотят. Во-первых, качество домов не очень. А во-вторых, дефанс, когда закрываются офисы, неспокойное место. И вот весь квартал вот этих ободранных домов. Тут мать родину, довольно злобную, ведь орет во все горло. И голые. Справа вы увидите совершенно голого солдата. На что Рюд с юмором ответил. Когда отечество в опасности, не думают о штанах. И вот сейчас слева коронация Наполеона. Справа я вам покажу дом в стиле модерн начала 20 века. Сейчас это коммерческий кредит. А когда-то был отель Лизе. И вот в этом отеле когда-то арестовали Мату Хари. А потом расстреляли в Лиценском Лизу, как немецкую шпионку. Ну сейчас... ...изоникса. И языкаты и французы начали шутить. Кончился тротуар, началась лестница. Но знаете, делает тротуар древняя профессия. У нее здесь был прекрасный литературный салон. Теофир Гутье, Брадзе, Дагункур посещали. А мы с вами подъехали к маленькой круглой площади. Ру-Ром-Пуа-де-Шан-Зелизе. Круглая точка Елисейских полей. Она всегда прекрасно украшена цветами. Трубки в фонтанах из хрусталя Ла-Лик. Престиж. Вот она историческая у вас Парижа. Мы по ней едем. И вот сейчас направо уйдет проспект Монтэня. Где дома высокой моды. Нина Ричи, Кристиан Диор, Шанель, Валентина. А вот там только нет. А в доме номер 12 по проспекту Монтэня жила и умерла Марлен Дитрих. Ну а сейчас вы сделаете на улице этого города и чуть-чуть побродите. Вы увидите, что ваше настроение капельничку может быть. Но все-таки улучшится. У каждого классика можно найти что-то сказанное о Париже. Но лучше всех Париж назвал Хемингуэй. Париж, Кристиан Диор, Шанель, Валентина, 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 Валентина. Будет безумно весело. Я уверена, что вам понравится. У меня туристы были всегда в восторге. Не будет работать всю ночь, круглые сутки. Работает метро, большие крупные остановки. И везде в остановке, но вот крупные остановки будут работать. Например, метро, проезжая по направлению Плас-Клиши, там сделает остановку. Но не сделает остановку на Европе-Льеш. То есть маленькие остановки не обслуживаются, крупные будут открыты. По мосту Александра Третьего, а затем пройтись по парку Тюнерей. Вот здесь с левой стороны мы с вами сейчас проезжаем парк Тюнерей. И наш водитель, Патрик, сегодня его зовут Патрик, он ездит по такому направлению, по тому направлению, который будет путь ваш, вот с дома инвалидов, в обратном порядке. Так что постарайтесь так, это легко. Если бы было сложно, я бы вас отправила на метро, господа. Но это действительно очень легко. Запомните ход водителя автобуса. Вы точно так будете возвращаться сегодня после дома инвалидов к Увру. И можете там как раз и прогуляться, посмотреть, заняться покупками. Напротив Лова есть тот самый Дюцифри, Бен Люкс. Напротив, где можно приобрести себе косметику, духи и все это. Это все напротив, если по-более попытно, я могу показать вам на карте дурных близнеца. И площадь Согласия. Плац-де-ла-Конкорда. Запоминайте, господа, французские названия. Плац-де-ла-Конкорда вас ждать у самого здания Увра. Стенки, когда куда вам нужно будет подойти. С праздником, и пройдетесь такой прогулочкой до Увра. Куда вы подойдете в пирамиде прозрачной, рядом с пирамидой памятника, мы будем стоять в 6 часов вечера. Так что, если у вас будет желание, можете подойти к Увру. У нас экскурсия, если у вас страны высокая, черного цвета башни. Бон Парнас, которая появляется, это и есть башня, которую мы назовем кремационной башней города Парижа, которая погубила элитарный образ богему города-квартала Бон Парнас. В ходе знакомства Медео Водельяне и Анне Ахматовой. Смотрите направо, господи. Видите, красного цвета кафе. Вот это и есть знаменитая парижская ротонда. Ла Готон, куда и приходят художники. К ним присоединяются приезжающие гости Парижа. Каждая из них наслышана. Скажите, знала ли маяковский французский бензель или... Нет.